Добрый день дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить об отцовстве. Сегодня я хотел бы, продолжая тему о моральном авторитете, о формировании вообще морального мировоззрения ребенка, поговорить о теме подотчетности и подчинения. И речь идет не о подчинении детей, а о нашем подчинении, о том, какой пример мы показываем нашим детям. И сегодня я хотел бы поговорить о подчинении домашнем. Каждый мужчина, считая себя главой семьи, поскольку мы живем в патриархальном мире, более чем уверен в том, что он является царем, господином всего и абсолютно обладает такой абсолютной властью в собственном доме. Это далеко не так. Когда мы говорим о монархии, когда мы говорим об управлении собственным домом, когда мы говорим о чем-то, что является важной составляющей системы власти, то нам очень важно понимать, что никакая власть не может быть устойчивой без подотчетности и без подчинения. Это касается и семейных вопросов. Я понимаю, что глава мужу Бог, который управляет и направляет вообще всю жизнедеятельность семьи. Но, на мой взгляд, отец в обязательном порядке должен быть подотчетен в своих домашних обязанностях, в своих бытовых, можно так сказать, вопросах. Если мы не будем подотчетны нашим супругам, если мы не будем подотчетны нашим детям в наших домашних обязанностях, то очень быстро мы превратимся в некого барина, который приходит домой, им нужно скидывать сапоги, дети должны снимать с него носки и так далее, и так далее. Мы должны быть людьми обремененными, если так можно выразиться, не только управлением, но и домашними обязанностями. Есть вещи, которые женщина в силу своего положения, как физического, так и душевного, не в состоянии сделать. Она не может переносить тяжести, она не должна, по крайней мере, делать трудную, тяжелую домашнюю работу. И это таким образом ложится на плечи мужчины. Как должен себя вести король, домашний король, когда он приходит домой, и жена говорит, что необходимо, не знаю, переставить мебель, потому что нужно убрать за большим шкафом. Как он должен говорить? Давайте мобилизуемся, дети на этот шкаф накинутся, будут двигать, а ты будешь, помахивая плёточкой, руководить данным процессом. Я более чем уверен, что в вопросах своих мужских отцовских обязанностей, мужчина обязан быть подотчетным собственной жене. Когда она просит, когда она говорит о том, что необходимо выполнить ту часть семейных обязанностей, которые мужчина обязан делать, а женщина не в состоянии или не должна, мы должны быть подотчетны, мы должны выполнять эти обязанности. И когда наш ребенок просит поднять что-то тяжелое, или что-то принести, что он не может сделать сам, мы обязаны быть людьми, у которых есть домашние обязанности, и быть подотчетным нашим домашним в том, чтобы эти обязанности выполнять. Если мы уклоняемся от этого, если мы пытаемся переложить ответственность на других, наши дети, они начнут копировать это, и тогда мы совершенно точно, я более чем уверен, не добьемся от них послушания в тех обязанностях, которые мы возлагаем на них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА